Привет, друзья! Вид должен быть бодрый и уверенный, чтобы вселять надежду. Ну да, психология человека так устроена, инстинкт подражания такой мощный, что если человек говорит уверенно, то, кажется, знает, о чём он хочет сказать, и хочется положиться на него. Да, друзья, а вот сейчас я думаю, что же такое нам нужно с вами вместе, вместе сделать, для того, чтобы выйти в прорыв вот из этого безобразия. Потому что вот происходит, с одной стороны, интернет – это благо, потому что вроде кажется всё доступно, а с другой стороны происходит вот такое атомизация людей, и такое разделение людей. Это разделение – это как бы и расчеловечивание, потому что люди не могут делать то, что они хотят, встретиться с тем, с кем они хотят. Я хочу встретиться, например, с людьми, которые... Вместе мы бы создали прорыв такой для человечества, чтобы решить проблемы и человека, и человечества, и, наконец, прекратили кризисы и войны, и потребность в лекарствах, и чтобы меньше нами манипулировали с помощью того же интернета. Ну вот, есть такая прекрасная вещь, такая, я помню, давно читал «В ожидании Киркигора». Да, очень сильное произведение, я даже, ну, где-то в юности читал, и вот сейчас я взял, поискал, кто же такой был Киркигор. Да, вот он, оказывается, такой философ был мощный. 1843 год, книжка «Вселен Киркигор. Страх и трепет». Потрясающий, да? У меня смелости не хватило такие вещи писать. Это ж такой высоты духа. Нужно так верить в себя и делать то, что ты настолько в себе уверен, настолько ты чувствуешь свою правоту, что я однажды написал «От страха к свободе». Ну, мне все переубеждали, что через тернии к звёздам, не от тернии к звёздам, не от страха к свободе, а через страх к свободе. Ну, короче говоря, вот замылилось это название у меня, а надо было сохранять в себе эту уверенность. Вот так вот не ко времени попало. А вот есть люди, которые независимо от того, попадают во время или не попадают во время, они всё-таки не прогибаются, и поэтому их слово остаётся в веках. Вот, друзья, что бы я сейчас написал, я бы сказал «В ожидании Виссариона». Почему? Потому что я хочу вместе с Виссарионом и вместе с вами, друзья, создать прорыв. Виссарион же у нас мастер-трис, теория разработки изобретательских решений, от Шулера, от Шулера, от Шулеровская школа изобретательского мышления. Когда Шулер говорил о психологической инерции, то я-то понимаю, что психологическая инерция – это когда ты находишься в каком-то состоянии, может быть, ты находишься в том состоянии каком-то, который не позволяет тебе сделать открытие, а тебе надо его преодолеть, эту психологическую инерцию. На другом языке это говорится как доминанта психофизиологическая. Потом можно об этом сказать, как, например, научиться отстоять от картины далеко, чтобы видеть её в целом, как выйти на наше нейтральное, так называемое нулевое состояние, чтобы освободиться от страхов, комплексов, стереотипов, вот этих шаблонов мышления, выйти на такое состояние, когда ты как художник отошёл от холста, или как в теореме Гёделя, в математике для того, чтобы решить проблему, надо выйти за её пределы. Да, это как бы, как другими словами говоря, это как выйти из туннельного зрения, или выйти на эмоциональное дистанцирование. Ну, разными словами можно одно и то же говорить. Вот это, то, что одно и то же, в разных аспектах люди называют по-разному, это тоже их делят между собой, атомизируют их. Вообще не знаю, правильно ли сказать, атомизация людей. Да, ну, интересно. Но если мы с Виссарионом, который знает правила ТРИС, то есть как правильно делать изобретение, вот эти каноны, я тоже, который изобретатель, если мы так вместе соберёмся и изобретём выход из этого положения, в котором сегодня оказались мы и все люди на планете. Да, чтобы мы могли сделать прорыв, друзья, ну, поэтому от Тёркигора до Виссариона в ожидании вас, друзья, чтобы мы вместе начали сейчас несколько встреч по созданию изобретения, потому что, чтобы сделать прорыв сегодня, когда платформы все заняты, оккупированы и манипулируют людьми, как хотят кому-то где-то. А человек устроен так, что он на самом деле немножко пассивен, потому что ему кажется, что вот там, где это решаются большие вопросы, а я-то что могу сделать? Оказывается, можешь. Оказывается, можешь. Ну, давайте. А другого выхода нет? Да, друзья, когда мы начинаем понимать, что нет другого выхода, кроме как прорыв, когда нет надежды, когда есть отчаяние. И вот от отчаяния люди иногда делают очень многое. Да, друзья, собираемся и изобретаем и сам процесс изобретения, и создание этого, открытие из этого положения. Да. И мы все, сплотившись, сделаем это. Я в этом уверен. Я думаю, и вы тоже хотите этого. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok